МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте всех зрителей БУК-ТВ. Мы приглашаем в студию программы и итоги недели. В ближайшие 30 минут рассказ о событиях Бреста, подготовленный корреспондентами нашего канала. В студии Виталий Матюшин будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема выпуска. День защитника Отечества и вооруженных сил отпраздновала Брещена. Этот всенародный праздник знаменует дань глубокого уважения к нашей героической истории, олицетворяет преемственность ратных традиций, является признанием заслуг защитников Отечества всех поколений. В Бресте в течение недели проходило досрочное голосование по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Как это было? Мониторинг наших корреспондентов. Пополнение в рядах пограничников. 25 учащихся пятых классов средней школы номер 31 стали кадетами пограничного военного патриотического класса, произнеся слова торжественной клятвы. Дальнобойные орудия, пусковые установки, боевые машины представлены для ознакомления широкой публики. Всего порядка 50 единиц техники. В Бресте прошла выставка военной техники и вооружения. В эфире программа «Итоги недели» о важном и актуальном прямо сейчас. В Беларуси 23 февраля – не просто праздничная дата. Более ста лет она сплачивает не только военнослужащих, но и все общество, олицетворяет ратный подвиг многих поколений защитников Родины. Это память о многих миллионах наших сограждан, отдавших свою жизнь на полях сражений, а также о тех, кто стоял у истоков зарождения армии. Участвовал в создании Белорусского военного округа в межвоенный период и отстоял свободу нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Кто в течение многих десятилетий защищал завоевание Великой Победы. Торжества, посвященные праздничной дате, прошли по всей стране. Эпицентром памятных мероприятий на Брещене стал митинг на площади церемониалов Брестской крепости. Чествовали военных, мужчин на предприятиях и в организациях. Мы выбрали самые яркие моменты торжеств. Смотрите сюжет. По доброй традиции, 23 февраля в городе Бресте начинается с торжественной церемонии возложения цветов и венков к вечному огню Брестской крепости. День защитника Отечества – это не просто праздник, но еще один повод вспомнить о славных подвигах героев, отдать должное воинам-амфганцам и ветеранам, которые являются связующим звеном прошлого с настоящим. А военнослужащие Брестского гарнизона не раз доказывали свое право называться их достойными преемниками. Мне, как начальнику гарнизона, очень приятно, что я руковожу таким гарнизоном, в котором дислоцируются, наверное, на сегодняшний день самые интересные, самые мощные, самые продвинутые, так по-современному, если сказать, воинские части наших вооруженных сил, которые участвуют практически во всех мероприятиях боевой подготовки, как в нашей республике, так и за рубежом. И причем не просто участвуют, а везде показывают высочайшие результаты и занимают практически везде первые места. Ну а, конечно, в такой прекрасный праздник хотелось бы поздравить всех военнослужащих, всех защитников Отечества, всех жителей нашей Брещины с этим замечательным днем. Пожелать всем сегодня в это трудное, сложное, можно даже сказать, время, конечно же, мирного неба над головой. Праздничные мероприятия продолжились в Брестском областном общественно-культурном центре. Лучших представителей воинских частей гарнизона наградили почетными грамотами и благодарностями. Это как итог работы, конечно же, не лично меня, а всего подразделения, которое было верено мне в подчинение, которое только что было оценено, высокая оценка при выполнении учебно-боевых задач. Не забыли и матерей, которые сумели воспитать настоящих мужчин. Отвага, мужество, честь и любовь к родине – это понятие вне времени. И люди, которые следуют этим моральным принципам, достойны самых высоких наград. Это неоднократно подчеркивал в своих выступлениях и председатель Брестского госполкома Александр Рогачук. Город Брест характерен особым отношением к людям в погонах. И это обусловлено, прежде всего, историей нашего города, тысячелетней истории, где в силу нашего положения, геополитических ситуаций, мы всегда были на перекрестке многих исторических процессов. И мы прекрасно понимаем, что от человека с ружьем, от человека в погонах зависит наше благосостояние, наше спокойствие. Очень часто люди говорили, что армия ничего не производит. Но армия производит самый главный продукт – это мир. И это мы сейчас как никогда понимаем. 111-я гвардейская артиллерийская бригада и 48-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы встречали 23 февраля в особой атмосфере, пропитанной мужеством, смелостью, силой, самоотверженностью и патриотизмом. Здесь прошло торжественное мероприятие для военнослужащих, которые внесли свой вклад на протяжение службы в армии, а также День открытых дверей, на который пригласили будущих защитников Родины. Знакомство с вооружением и военной техникой, чествование и концерт, посвященный празднику, стали отличным подарком для каждого. Я хотел бы поздравить весь личный состав бригады, пожелать крепкого здоровья, успехов, благополучия, успешного выполнения задач боевой подготовки, ветеранам вооруженных сил бригады, в целом вооруженных сил пожелать крепчайшего здоровья, благополучия, родным, близким, семьям, всех благ, чтобы нашими головами было только чистое мирное небо. Этого желали 23 февраля и сотрудникам Брестской таможни. Благодаря их профессиональным действиям пресечено ни одна тысяча правонарушений, а значит, таможенников можно по праву назвать экономическим счетом своего отечества. При этом на страже рубежей нашей республики стоят не только мужчины, но и прекрасная половина человечества. В честь праздника более 30 сотрудников удостойной медали 30 лет таможенным органам Республики Беларусь. Особая роль отводится людям в погонах, и таможенные органы занимают здесь одну из, наверное, ключевых позиций, ведь мы находимся в одном строю с защитниками отечества. Государство нам доверило защиту экономической безопасности, экономического суверенитета на рубежах нашей Родины. Поздравляю вас с праздником, желаю вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, мира, добра, тепла вам, вашим родным и семьям, и дальнейших свершений на благо родного края и всей нашей любимой Республики Беларусь. В Республике Беларусь продолжается досрочное голосование по внесению изменений и дополнения в Конституцию. Жители города над Бугом всегда занимали активную позицию в отношении политических событий, и этот референдум не стал исключением. Всего в Бресте работает 133 избирательных участка, через который ежедневно проходит несколько тысяч горожан. Съемочные группы телекомпании БугТВ на протяжении всего процесса досрочного голосования мониторили ситуацию на участках и готовы рассказать о том, как на нынешнем референдуме ватируют брещане. 75-й избирательный участок расположился в стенах средней школы номер один города Бреста. С первого дня голосования здесь царит настоящий ажиотаж. Очередь из брещан выстраивается еще задолго до открытия избирательного участка, но благо у ответственной комиссии все готово заранее, бланки пересчитаны, компетентные специалисты готовы проконсультировать каждого. К слову, алгоритм действий достаточно прост. В бланке два варианта ответа и один вопрос, принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции. При одобрении нужно поставить любой знак в квадрате под словом «за», а при несогласии отметку в квадрате под словом «против». Если отметка будет поставлена в двух квадратах или не будет поставлена ни в одном, то такой бюллетень признают недействительным. Для того, чтобы гражданин проголосовал на избирательном участке, ему достаточно, если он есть в списках, предоставить даже идентификационную карту и биометрический паспорт. В остальных случаях необходим паспорт гражданина Республики Беларусь, пенсионное удостоверение, водительское удостоверение, справка из милиции об утере паспорта. По всем этим документам, если гражданин у нас в списках, он может проголосовать на избирательном участке. Если человек считает, что он испортил бюллетень, значит мы составляем акт об испорченном бюллетне, помечаем в списках, что выдан повторно бюллетень и человеку выдаем второй бюллетень, чтобы он мог проголосовать, как он хочет. Раздельные кабинки для основной категории граждан одна для людей с инвалидностью. Урна для голосования – все компактно и ничего лишнего. Участок для досрочного голосования номер 87 расположился на базе учебно-педагогического комплекса по улице Защитников Отечества 1А. Членам избирательной комиссии скучать не приходится, ведь желающие проголосовать подходят с интервалом в несколько минут. Во второй половине дня, когда рабочий день у большинства граждан подходит к завершению, наблюдается максимальная активность. Каждый человек может выразить свое волеизъявление анонимно, проголосовать так, как он считает нужным. При этом мы создаем все необходимые условия. Несмотря на то, что основной день 27 февраля не наступил, на избирательном участке номер 4 по улице Пригородная 25 также многолюдно. Здесь пришли отдать свой голос студенты училища Олимпийского резерва и жители района. Стоит отметить, что молодые люди проявляют неподдельный интерес к будущему Беларуси. Отсюда такая активность не только на этом избирательном участке, но и на всех, что расположены в городе. А их по всему Бресту 133. Примечательно то, что многие из ребят принимают участие в референдуме впервые. Во-первых, наш гражданский долг и меня интересуют вопросы нашей страны, что будет дальше, в будущем. И я пришел голосовать сегодня первый раз и я голосую сегодня за процветающую и независимую Беларусь. Активно идут жители микрорайона Речицы на нашем участке. Вот уже сегодня проголосовали многие училища, находящиеся на нашем участке. Непосредственно сегодня проголосовали учащиеся самого училища Олимпийского резерва. Есть дети, которые впервые голосовали сегодня в своей жизни. Многие из наших учащихся училищ Олимпийского резерва проголосовали с утра, потому что уезжают на сборы, на соревнования. Поэтому мы активно проголосовали всем училищем сегодня. Игроки футбольного клуба «Динамо Брест», несмотря на плотный график тренировочного процесса, также не остались в стороне и досрочно проголосовали на референдуме по внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Иногородние футболисты голосовали на избирательном участке номер один. Брещане же, по месту жительства, напомним, что уже 6 марта «Динамо Брест» сыграет на выезде против Витебска в рамках Кубка Беларуси. Ответный же поединок намечен на 12 марта и пройдет на стадионе Брестки. Во-первых, у нас же голосуют сегодня все ребята иногородние, те, которые не прописаны. То есть им надо ехать по своим местам прописки, поэтому мы решили этот вопрос немножко упростить, чтобы не было проблем с голосованием именно в этот день. Мы приняли решение по согласованию с ребятами, что вся команда проголосует досрочно. Любой человек имеет право высказывать некое несогласие, когда он сам выскажет свое мнение. Он должен сделать выбор, потому что зачастую, не принимая участия ни в каких референдумах или в выборах потом говорить о том, что он несогласен, он уже не имеет права. Поэтому в любом случае каждый должен проявить свою сознательность и высказать свое мнение, которым дано одно из самых главных – избирательное право. Участок номер 8 расположился в здании завода «Брест-Торчер-Мед». Несмотря на относительно удаленность, здесь так же, как и везде, голосует много брещан. И это неудивительно, ведь все они понимают важность нынешнего события. Голосование идет очень активно, не сравнительно с предыдущими компаниями. Эта компания очень активно идет. И сегодня при открытии у нас собралось достаточно много людей, что же выстроилась определенная очередь. На сегодняшний день, за предыдущие дни у нас 32,1% уже проголосовало. То есть активность очень хорошая. Проведя мониторинг по всем избирательным участкам, где ватируют горожане, можно сделать вывод, что подготовка к референдуму прошла на высоком уровне. Несмотря на то, что основной день голосования еще не наступил, 27 числа последняя возможность сделать свой выбор, который повлияет на будущее нашей страны. Изменения и дополнения в новую конституцию уносились, исходя из нынешней, как политической, так и социальной обстановки. Поэтому, игнорируя нынешнее событие, вы закрываете глаза на завтрашний день. Александр Богданович, Анастасия Мельшкевич, Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Андрей Щербай, Александр Воронин, Юрий Лемонтович. Телекомпания Бук-ТВ. Продолжаем выпуск. Еще в марте 2014 года был заключен договор о сотрудничестве между Институтом пограничной службы Республики Белоруссии и средней школой номер 31 города Бреста. Так появился первый пограничный военно-патриотический класс не только в данном учреждении образования, но и в нашем городе. А все его ученики стали воспитанниками Брестского пограничного военно-патриотического отряда. С тех пор началось плодотворное и многолетнее сотрудничество, в рамках которого ребята встречаются с военными интернационалистами, военнослужащими и ветеранами пограничной службы, участвуют в различных мероприятиях и совместно отмечают праздники. Ежегодно одним из самых торжественных и памятных моментов для учеников пятых классов является вступление в ряды отряда и день произнесения торжественной клятвы. Подробности в следующем материале выпуска. Строгая форма и безупречная выправка. Волнение внутри, но не на лицах. Учащиеся пятого быкласса ждали этого торжественного дня неделю за неделей, оттачивая навыки строевой подготовки, заучивая слова клятвы наизусть. Быть честным и верным товарищем, быть образцом в учёбе и поведении. Каждое из слов под стук сердца. С этого момента 25 мальчишек и девчонок вступают в ряды воспитанников Брестского пограничного военно-патриотического отряда. Ребят пришли поддержать родителей и наставники. Удостоверение вручали каждому лично почётные гости. Сегодня в нашем учреждении очень важный и значительный день. В 2014 году в учреждении образования были открыты первые военно-патриотические классы. А в 2017 году создано первое в Республике Объединение Брестский пограничный военно-патриотический отряд. Сегодня наш отряд пополнится 25 юными воспитанниками. Я желаю им в первую очередь и наш коллектив успеха в учёбе, расти культурными, грамотными и нравственными людьми и быть настоящими патриотами своей страны. Город Брест – это город пограничников. Здесь такой большой мемориальный комплекс в Брестской крепости, который нам показывает, как здесь пограничники отдавали свою жизнь. Поэтому для нас очень это важно, чтобы будущие офицеры были именно брещане, выходцы из города Бреста. Впереди предстоит ежедневная работа над собой, иностранный язык на повышенном уровне, усиленная математиком множеством мероприятий патриотической направленности. Уроки героической истории, этика и строгой дисциплины лягут в основу образования и воспитания этих ребят. Я горда, что я пошла в этот класс, потому что в этом классе постоянно бывают встречи с важными людьми и классные мероприятия. Сюда приезжают ветераны. Я захотела в этот класс, потому что мне понравилась форма. Я смотрела на срешклассников, смотрела, как они маршируют, и мне захотелось тоже маршировать. Я хочу быть образцом для других, найти много друзей, узнать много нового, узнать историю о войне, об Ревской крепости. Мы должны быть ответственными, любить Родину, уважать старших, защищать меньших, слабых. Приятно смотреть на новый военно-патриотический класс. Когда-то мы были тоже такими, и можно сказать, что они будут еще лучше, чем мы. Они добьются своей цели. Мы хотим им пожелать всего самого наилучшего, чтобы у них все было хорошо и успехов в учебе. Сегодня в военно-патриотических классах 31-й школы учится 151 ученик. Они являются гордостью школы. Первые выпускники уже поступили в институт пограничной службы. Теперь им готовят достойную смену. Айс на крыше, айс на крыше, мир на земле. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Итоги недели. К другим темам. Вопрос о трудоустройстве – один из ключевых для большинства граждан Беларуси, включая Брещан. Ведь далеко не у каждого есть свой бизнес или солидный счет в банке, или богатые родственники. Тем более остро эта проблема стоит и для людей, которые имеют ограничения по здоровью. Ведь, несмотря на пометку о рабочей группе инвалидности, наниматель далеко не всегда готов сделать выбор в пользу такого сотрудника. Какие меры по содействию в трудоустройстве людям с инвалидностью приняты в Беларуси и как они применяются на практике конкретно в нашем городе, расскажет сюжет Людмила Логодич. Четко, быстро, профессионально. Именно так работает Татьяна Хомячук. Ценный опытный сотрудник с трудовым стажем более 30 лет, шесть из которых на швейном предприятии «Диона». Работала мастером производственного обучения, а сейчас то, что инвалидность по суставам у меня, я работаю за кроссице. Я довольна коллективом, предприятием. У нас современное оборудование. Я очень благодарна руководству, Артуру Двиновичу, директору, что у нас в Бресте есть такое предприятие, на котором работают инвалиды. Для каждого созданы достойные условия труда. Обязательный шестичасовой рабочий день. На этом участке занято более 70% сотрудников с инвалидностью. Большинство из них пришли по программе адаптации и создания рабочих мест от Управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома. Практически каждый год создаются новые рабочие места. Люди задействованы в разных спецификах. Многие освоили для себя новые профессии. Много приходит молодежи, для которых это место является первым стартом. И это очень важно, ведь далеко не каждый работодатель готов принять сотрудника с нарушениями здоровья. В соответствии с кодексом занятости, люди с инвалидностью относятся к категориям, которые не могут на равных условиях конкурировать на рынке труда. К тому же, трудовой кодекс предписывает нанимателям особый порядок организации труда и отдыха для таких сотрудников. Иногда так случается, что наниматели невольно не хотят рассматривать инвалидов в качестве приоритетных кандидатов на занятия вакантных должностей. В этом плане у нас законодательство сложившееся, устоявшееся и позволяет управлению выбирать инструментарий, который конкретно нужен для трудоустройства определенного человека. Например, в течение года, в соответствии с программой о занятости, в соответствии с законом о занятости, нанимателям города доводится более 150 рабочих мест для трудоустройства инвалидов, так называемая бронь. В соответствии с решением исполкома на 2022 год забронировано 162 рабочих места. Кроме того, существует программа адаптации инвалидов к трудовой деятельности, в рамках которой за прием на работу предусмотрена существенная финансовая поддержка предприятию. Так, в нашем городе на данный момент этой программой пользуются более 10 нанимателей. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Сегодня на стоянке у здания Ледового дворца состоялась выставка техники и вооружения всех воинских частей и соединений, расположенных в черте города Бреста. Дальнобойные орудия, пусковые установки, боевые машины представлены для ознакомления широкой публике. Всего порядка 50 единиц техники. Цель мероприятия – патриотическое воспитание детей и подростков. Тематическую выставку посетил и губернатор Брестской области Юрий Шулейко. Все подробности у нашего корреспондента Александра Богдановича. Выставка вооружения Брестских воинских частей и соединений, приуроченная ко Дню Защитника Отечества, прошла в Бресте на стоянке у Ледового дворца. Представленные боевые машины и вооружения – это современное достижение белорусской армии. Выставку посетило большое количество людей, порядка тысячи брещан, среди которых съемочная группа телеканала БУК-ТВ заметила и губернатора области Юрия Шулейко, который также с интересом рассматривал военную технику. Это говорит о том, что людям интересно, какое вооружение стоит на страже нашей страны. Детям дали возможность освоить любую боевую единицу и почувствовать себя военным, а взрослым вспомнить о былых временах службы в вооруженных силах. Ну, ребенка привел своего, интересно ему. А что именно ему интересно? Может он в будущем хочет стать военным, или вы как отец хотите привить ему эту любовь? Ну, возможно, все. Конечно, мы больше к МЧС тянемся, но это все-таки дети им интересны, и военная техника, и все остальное, как говорится, поддержать автомат в руках настоящий. А что для себя, может, уже увидели, или вы только пришли? Ну, мы пришли, как бы, посмотрели уже все, и в принципе, очень все интересно, особенно комплекс радиоэлектронной борьбы, вот, что, как бы, конкретно меня больше всего завлекло. Тебе нравится, ну, вот, военная техника? Нравится. А чем нравится? Ну, тем, что она посещает Родину. Погулять, посмотреть, показать деткам. А что, может, уже увидели? Ну, мы только оружие успели посмотреть вначале, вот и танк. И какие эмоции у вас, у ваших детей? Ну, интересно, детям очень интересно, частенько бы так. Конечно, представленная техника не вся современных образцов. Некоторая стояла еще на вооружении Советского Союза. К примеру, гаубица Д-30. Но белорусская армия нашла отличный способ синхронизировать современное вооружение с уже давно укоренившимся. Дело в том, что опытное поколение военных постоянно передает опыт молодым военнослужащим. А в свою очередь молодые солдаты, прекрасно владеющие нынешними гаджетами, без труда учатся использовать новые технологии. У нас здесь представлены вооружения. Это комплексы С-300, видно здесь на заднем плане. Это воинская часть 92-904-115, это ракетный полк. Значит, представлены артиллерийские орудия 111-й артиллерийской бригады. И ураган, система залпового огня ураган. Здесь представлены вооружения 38-й отдельно-десантно-штурмовой бригады. Появились новые автомобили на вооружение. Это Волод, Кайман. В 48-м батальоне вы видите на базе Volkswagen автомобиля новая станция радиопомех. Очень сильно поменялось вооружение, оснастилось в органах пограничной службы, в министерство по чрезвычайным ситуациям. Ну, то есть, вот такие образцы вооружения представлены. И на них сейчас, как я уже сказал ранее, подразделения, воинские части выполняют свои задачи. Выставка вооружения приурочена к 23 февраля. Представленные здесь единицы вооружения, направленные на уничтожение как живой силы противника и специальных средств, так и укреплений. Боевые машины вызывают неподдельный интерес у публики. Но за сухим определением живая сила скрываются обычные люди. Поэтому пусть лучше эта военная техника используется исключительно в целях патриотического воспитания молодежи, чем при реальных боевых действиях. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ. С давних времен собаки были и остаются самыми верными и преданными друзьями человека. Они скрашивают одиночество, дарят множество позитивных эмоций, служат поводырями, несут службу на самых ответственных участках наравне с людьми и спасают человеческие жизни. Но чтобы обучить собаку различным командам, полезным навыкам и даже элементарному послушанию уходит много сил и времени. Для этого существует целая наука о собаках. Кинология. И чтобы постичь ее, необходимо не просто любить животных, а отдавать им все свободное время. Так и поступает герой нашего следующего сюжета, с которым познакомилась наш корреспондент Людмила Лагодич. Александр Тимофеев по образованию инженер-программист, но вот уже более 18 лет работает кинологом. Лис – только одна из восьми его собак, но каждый из питомцев активно участвует и побеждает в соревнованиях. И не только по дрессировке. Ведь само понятие кинологии гораздо шире, чем мы себе представляем. В основном люди думают, что кинология заключается только в дрессировке. На самом деле она заключается еще и в груминге, и в хендлинге, и существует и фитнес для собак. Вот это существует выставочное движение, в котором мы активно принимаем участие. Там различные победы, классы. Это шоу. То есть это, где сравнивается собака с идеальным стандартом породы. А дрессировка – это более элитарная. Она требует от хозяина много сил. Бывает, собаку готовишь годами, до трех-пяти лет, чтобы выступить на соревнованиях. И не факт, что ты там можешь еще победить. Но в большинстве случаев кинологу обращаются по другим мотивам. Ведь самое главное – обучить собаку дисциплине и базовому послушанию. Ведь когда мы заводим домашнего питомца, меньше всего хотим, чтобы он вредил или приносил беспокойство. В идеале все хотят видеть собаку друга и помощника – источник позитива. Собака должна быть дисциплинированной. Она должна у вас быть удобная дома. Она должна иметь четкое место, не мешать вам жить. Вы должны именно в доме испытывать спокойствие от собаки. Далее – это хождение на поводке на улице. То, что собака никого не тянет по парку, она удобна. Вы ей сказали, при любых раздражителях она идет спокойный ряд. В следующий момент вы можете отпустить собаку в любом месте, и собака может спокойно к вам подойти. Ну, в общем-то, это основные… И она нормально борется со стрессом. То есть в любой ситуации она выдерживает стресс, какая бы ни была, она вас слышит и слушает. Ну и как бы центром лежит вообще в любой дрессировке – это выдержка. То есть вот то, что сейчас собака делает, она делает выдержку, да, она лежит, она ждет, никуда не уходит. Вот, выдержка является тоже центральным местом дрессировки. Но не все собаки одинаково хорошо поддаются дрессировке. Наталья Кулак узнала об этом уже после приобретения щенка породы бигль. Но решила не отступать и обратилась за помощью к кинологу. Чужой! Молодец! Чужой! Молодец! С биглем я занимаюсь уже дрессировкой в течение года. Бигли вообще самые трудно дрессируемые собаки. Потому что у них очень много энергии, очень приходится много вкладывать труда, чтобы добиться чего-то. Повторение изо дня в день. Ну, как бы труд такой серьезный. Результат готовимся сдавать с биглем спортивный норматив. Такое тоже есть, называется БХ. К слову, при Брестском областном кинологическом объединении существует школа юного кинолога. Где не только взрослые, но и дети смогут изучить азы востребованной и перспективной профессии. А заодно и пообщаться с четвероногими друзьями. Людмила Лободича, Эдуард Бакунович, Юрий Монтович, итоги недели. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть в социальных сетях. Я, Виталий Матюшин, желаю вам мира и стабильности, спокойствия и здоровья вам и вашим семьям. И новости пусть будут только добрыми. Субтитры создавал DimaTorzok